В моем доме на два обитателя стало больше. Скворцы прилетели и уже чего-то там планируют. В эфире итоговая информационно-аналитическая программа телекомпании ТВИН. Время местное событие недели. Здравствуйте, я Игорь Гурьянов. Мы анализируем только то, что случилось на самом деле, что стало по-настоящему ярким событием и то, что действительно волнует, радует, беспокоит большинство магнитогорцев. Смотрите в выпуске. По-настоящему массовое. Привиться от ковида в Магнитогорске можно и в торговых центрах, и в поликлиниках среди самых сознательных металлургия. Просто прибраться станет уже лучше. На ММК и в городе стартовали субботники. На наведение порядка брошены все силы. Вода, как неотъемлемая часть огненного производства, первой плотине исполнилось 90 лет. Сегодня она подводной гладью заводского пруда. Давайте дружить этносами. 25-летний юбилей отметил Дон Дружбы Народов. В Магнитке мирно соседствуют 92 национальности. 10 пар двойняшек только за март. Медики второго роддома надеются на улучшение демографических показателей уже к концу года. И сейчас об этих и других событиях более подробно. В торговых центрах Магнитогорска впервые открылись мобильные пункты вакцинации от COVID-19. Медицинские бригады двух городских больниц работали в гостином дворе и континенте все прошедшие выходные. И, что важно, без предварительной записи. За время акции прививку поставили 362 человека. Паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования. Посетители торгового центра с таким набором документов в минувшие выходные могли поставить себе прививку от коронавируса. Перед процедурой заполнение анкеты для внесения в федеральный регистр вакцинированных и осмотра врачом с обязательным сбором анамнеза. Измеряется температура, сатурация, давление. Противопоказания – это температурящие больные, это беременные женщины, хронические заболевания в стадии обострения. Большинство пришедших на вакцинацию – это те, кто в будни, но никак не успевают попасть в поликлиники. Но хорошо понимают важность формирования коллективного иммунитета. Надо думать о других, а не только о себе. Вакцинация проводится вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК. Как известно, она состоит из двух компонентов. Первый компонент мы вводим здесь, и второй компонент мы приглашаем уже в свою поликлинику. Обратная связь с жителями осуществляется посредством телефонной связи. То есть мы даем свой телефон, жители оставляют свой сотовый. Второе название вакцины – «Спутник Ви». Всем, кто того попросит, в мобильном пункте показывают условия ее хранения. Вакцина хранится у нас в морозильной камере. Температурный режим от 18 до 25 градусов минус по Цельсию. Так как прививочные кабинеты в торговых центрах работали впервые, предугадать нужное на день количество доз вакцины врачам было трудно. Экспериментально в каждый пункт завезли по 200 доз, но с возможностью доставить еще, если, например, такие, как Анна, выполнят свои обещания привезти на вакцинацию всех своих родственников. Хочу провакцинироваться. Я боюсь, что последствий от ковида будет больше, чем от прививки. Потому что все равно хочу поддержать свое здоровье, чтобы не нарваться. Хочу путешествовать, как раньше, чтобы куда-то можно было выехать и не заболеть. Минздрав региона уже оценил большое число желающих вакцинироваться. В Магнитогорске больше 350 человек за минувшие выходные поставили прививку. А потому мобильные медицинские бригады продолжат работать в торговых центрах «Гостиный двор и континент» и 10-11 апреля. Надежда Кинаш, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. Сделать прививку можно бесплатно и в любой городской поликлинике. Наша съемочная группа побывала в поликлинике номер 2, узнала, как проходит прививочная кампания в учреждениях медсанчасти, а заодно пообщалась с теми, кто решил обезопасить себя от коварной инфекции 21 века. Как ваше самочувствие? Аллергии нет и ничего на куриный белок нет? Несколько вопросов о здоровье, замер температуры тела и осмотр врача. В ряд обязательных процедур, которые проходит пациент перед проведением вакцинации. Медики собирают анамнез, чтобы определить, имеются ли у человека противопоказания. К прививочной процедуре не допустят пациента, у которого есть... Беременность, период лактации, аллергические реакции на куриный белок, восстановление хронических заболеваний, но если они в течение полугода переболели ковидной пневмонией. Если противопоказаний нет, пациенту прямая дорога в прививочный кабинет во второй поликлинике, чтобы не создавать очередей в пик наплыва пациентов, желающих вакцинироваться от коронавируса, открыли дополнительный кабинет. Поставить укол с действенным препаратом пришел и Сергей Чикота. Мужчина переболел коронавирусом в октябре прошлого года и больше не хочет, чтобы ситуация повторилась вновь. Да что долго думать, уже надо делать прививку, потому что все друзья, товарищи, знакомые мои, близкие, они прошли эту вакцинацию. Я просто вот задержался, потому что как бы после заболевания, ну, выдержку дал полгода. Ну, как я понимаю, ведь опасность особо представляет не само заболевание, а те осложнения, которые могут возникать в процессе этого. Так что вот, будем надеяться, что вакцина, она обеспечит гарантию вот этих осложнений. 82-летнюю Маргариту Гридину коварный вирус пощадил. Она вместе с младшей сестрой соблюдала ограничения. Долгое время не выходила из дома. Сегодня пожилые женщины вместе пришли на прививку. Ну, во-первых, обезопасить себя и родных, и близких. Мало ли что получится. Они все-таки работают, могут что-то принести. Мы-то в основном дома сидим. Но теперь можно маленечко выходить куда-то. Вакцинирование проходит в два этапа. Второй компонент ставят через 21 день. Препарат ГАМ-КОВИД-ВАК вводят внутримышечно. Процесс безболезненный, длится всего пару секунд. После укола медики расскажут о возможных реакциях на вакцину и дадут ряд рекомендаций. Например, тем, кто привился, необходимо на несколько дней исключить физические нагрузки и отказаться от алкоголя. Не мочить три дня. Вдруг, если поднимется температура, то одну таблетку парцитамолу можно. Если температура длится больше трех дней, то вызываем врача на дом. С начала года только на базе амбулаторных подразделений Центральной клинической медико-санитарной части от ковида привили более 4,5 тысяч человек. Задача – обеспечить вакциной максимум населения. Это поможет выработать коллективный иммунитет COVID-19, уверены специалисты. Просто я в октябре-ноябре переболел, да, в легкой форме, но это такая вещь, оказывается. Я даже не ожидал, что после недели у меня такая слабость. Я гирю, это 5 килограмм, просто не мог поднять. Для меня это был просто шок и все. Поэтому я рекомендую всем, приходите, прививайтесь. Поставить прививку может любой желающий старше 18 лет, если нет противопоказаний. Вакцину делают в любой государственной поликлинике. Записаться на процедуру можно через портал госуслуг, либо лично, обратившись в медучреждение. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. Ольга Сухоплюева, Олег Карпенко, телекомпания ТВИ. Масштабная работа по профилактике распространения COVID-19 ведется и на металлургическом комбинате. Привить планируют около 60% работников ММК. Вакцинируют металлургов в поликлиниках медсанчасти. Кому врачи рекомендуют ставить прививку и есть ли противопоказания? Около процедурного кабинета в поликлинике номер один нет очередей. На прививку от COVID-19 сотрудники комбината приходят строго по записи. Удобное время выбирают сами через мобильное приложение «Мой ММК». Евгений Черкасов работает электромонтером на предприятии МРК. Мужчина пришел ставить прививку, потому что не хочет заболеть сам и заразить других. Я сдал анализ на коронавирус, на иммунотельца. У меня их не обнаружили. То есть заболеть, если у меня нет иммунотелеца, я могу заболеть. Прежде чем зайти в процедурный кабинет, пациент заполняет анкету. С ней идет к врачу на прием. Здесь специалист в белом халате проводит осмотр и делает заключение, допускать человека к прививке или нет. Прививка от гриппа была, нет в этом сезоне? Елена Чистякова трудится в одном из подразделений ММК. Около года сотрудница ММК «Право» работала на удаленке. Коронавирусом не болела. Поэтому, чтобы не подвергать себя опасности, заразиться коварной инфекцией решила воспользоваться вакциной. Я думаю, не стоит бояться идти на вакцинацию. Прежде всего, это для нас, для здоровья. Не бойтесь, идите и вакцинируйтесь. Вакцинацию проводят в два этапа. Сначала ставят первый компонент спутника ВИИ. Через 21 день второй. Прививку от ковида уже поставили около 3000 металлургов. Более 1000 сделали это в поликлинике номер один. После прививки состояние пациента отслеживают через электронный дневник. Серьезных побочных эффектов врачи не наблюдали. Разве что повышенную температуру, головную или мышечную боль. Спутник ВИИ непосредственно разработан в Институте эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея в Москве. Суть этой вакцины в том, что здесь используются давно известные для человека аденовирусы двух терротипов, на которые, как на вектор, на вектор-носитель, насаживается лишь маленькая частичка белка С самого коронавируса, с помощью которого этот коронавирус, как шипами, этим белком, он внедряется в клеточку человека и начинает размножаться. Вакцинироваться против ковида советуют всем, кто старше 18 лет и не имеет противопоказаний. Не рекомендуют делать прививку беременным и кормящим мамам. Весна, время прибраться. На Магнитогорском металлургическом комбинате субботники уже идут полным ходом вторую неделю. К майским праздникам предстоит благоустроить несколько миллионов квадратных метров промышленной территории. Поэтому здесь предпочитают не тратить время даром. В этом году зима была щедра на обильные снегопады. Осадков выпало сверх нормы. Поэтому в конце марта на Южном Урале еще повсюду лежал снег. Однако на территории комбината к этому времени уже не было ни заснеженных холмов, ни традиционных для этого периода глубоких, вмерших в асфальт снежных колей. У нас сейчас очень большое количество здесь, так скажем, большегрузной техники. Естественно, мы дороги не можем оставить без уборки. То есть мы не в деревне находимся, это промышленное предприятие, промышленный объект, на котором, так скажем, готовность должна быть номер один. Всегда и в любое время. Днем, ночью, независимо от того, так скажем, какое время суток. Поэтому снег убирается в круглосуточном режиме. Только за Марс с территории ММК было вывезено более 50 тысяч тонн снега. Таким образом комбинат был защищен от обильного весеннего поводка, а также смог начать активное благоустройство территорий. Задача у нас стоит привести в порядок всю территорию комбината, почистить газоны, асфальтовые покрытия после зимы. Очень много противоскользящего материала в этом году было на территории комбината просыпано. Поэтому работа предстоит, так скажем, немаленькая. Достаточно хватит всем. В этот раз вновь решили отказаться от проведения массовых субботников с привлечением сотрудников комбината. Работы выполняются силами специалистов, для чего были сформированы сразу несколько бригад. Главное условие работы их членов – социальное дистанцирование. По нормативам, установленным медиками, оно должно быть не менее двух метров. Все это соблюдается неукоснительно и активной уборке никак не мешает. За несколько часов работы мусор вывозят до трех-четырех раз. Газоны после массовой уборки преображаются моментально. И большую помощь здесь оказывает техника. За весь период, наверное, порядка 500 единиц техники будет выведено на территории комбината. Обычно бригада 8-10 человек, закреплен за ними самосвал, щетка, погрузчик. То есть, или вот, как, допустим, здесь погрузчик на одном месте грузят, пока ребята здесь набирают, мешки пока делают кучу, естественно, погрузчик. Ну, то есть, стараемся быть мобильными. И лишней техники нет необходимости, чтобы стояло. Ну, то есть, под людей, так скажем, под персонал техника заказывается. Стоит сказать, что только уборкой на комбинате не ограничится. Здесь также будут побелены бордюры и нанесена разметка на асфальт. Так что к 9 мая, дню окончания всех субботников, производственная территория будет по-настоящему радовать глаз. Татьяна Артеменко, Александр Маргунов, телекомпания ТВН. В городе еще не везде сошел снег, но в южных районах города уже начались массовые субботники. Их организаторами стали управляющие компании, которые спешат благоустроить подведомственные территории. Не отстает и дорожное специализированное учреждение, чья техника уже вовсю моет, пылесосит и приводит в порядок после зимы центральные улицы города. Официальной датой начала массовых субботников магнитки стало 5 апреля. Однако по факту санитарная уборка началась гораздо раньше. Технику на улице дорожное специализированное учреждение вывело, как только днем установились плюсовые температуры. Поначалу срубали колеи, разгоняли лужи, а затем начали счищать зимнюю грязь не только с асфальта, но и с остановочных комплексов и заборов. Сегодня делать всю эту работу человеку помогают машины. Чтобы улицы действительно заблестели, на один и тот же участок через какое-то время приходится возвращаться по 2-3 раза. Поэтому техники в весенний период в городе работает много. В период санитарной уборки у нас задействовано более 250 единиц техники по всему городу. Свою технику на уборку межквартальных территорий уже вывели и некоторые управляющие компании города. С момента вытаивания снега ежедневно проводятся субботники. Более 70 человек дворников выходят на очистку внутриквартальных территорий. Также выходят у нас 4 единицы спецтехники, которая очищает зимнюю грязь, разгоняем лужи. Сотрудники работают в полном режиме. У нас с момента начала субботников идет один день выходной, воскресенье. Мы работаем 6 дней в неделю. Такой жесткий график здесь не случайен. В обслуживании управляющая компания 167 многоквартирных домов, где проживает около 40 тысяч жителей. По объемам территория сравнима с городом Южноуральском. Поэтому привести ее в порядок к майским праздникам – задача непростая. За время весенних субботников отсюда ежегодно вывозится более 1000 тонн мусора. Хочу поблагодарить наших жителей, отзывчивых, которые выходят вместе с нами на субботники без каких-либо предложений самостоятельно. Позводят прекрасные клумбы. Территория облагораживает около своего дома. И там уже, хотелось бы сказать, что когда жители следят, меньше мусорят сами же жители этих микрорайонов. За это им управляющая компания всегда говорит огромное спасибо. Ближайший массовый субботник с участием жителей здесь состоится уже в субботу. В администрации города этот день недели объявили днем чистоты. И очень надеются, что магнитогорцы массово поддержат посыл навести порядок в родном городе. Ведь так ухоженно выглядят далеко не все территории Магнитогорска. Нам рекомендовано 9 апреля, 16 и 24 как дни, когда мы призываем все предприятия выйти для проведения санитарной уборки прилегающих территорий. Если мы говорим про управляющие компании, то это дни, когда они могут пригласить жителей поучаствовать в уборке внутриквартальных территорий. Также субботники по школам, по садикам и так далее. Все основные мероприятия по уборке, они должны быть выполнены до 1 мая. Татьяна Артеменко, Александр Моргунов, телекомпания ТВИН. Обильные снегопады конца февраля могли поставить город под угрозу затопления. Чтобы подобного не произошло, коммунальщики приняли целый ряд превентивных мер. Вывезены тонны снега с дорог, а также приведена в порядок ливневая канализация. К ливневкам было особо пристальное внимание. В Магнитогорске регулярно топило привокзальную площадь, перекрёсток улиц Советская и 50-летие Магнитки и даже улицу Грязнова. Однако большая вода была результатом не весеннего паводка, а летних грозовых ливней. Зато подобные потопы чётко обозначили проблемные места работы ливневой канализации. И власти города, наконец, решились на кардинальные изменения ситуации. Да, были у нас проблемные места, но глава города поставил нам задачу от них избавиться, мы от них избавились. В том году мы устранили четыре таких места, подтопляемых, где была эта проблема. Это вокзальная площадь, это Грязнова, Марджани, это Советский Зелёный Лог и это Советская Труда. Для устранения проблемы во всех обозначенных участках города были построены новые дождеприёмные колодцы. Например, на той же привокзальной площади было оборудовано сразу несколько точек по сбору воды. Ведь площадь находится в низине. Поэтому во время больших осадков вода скапливается именно здесь, стекая с проспектов Карла Маркса и Ленина. И на этом работа не закончилась. Сейчас занимаются, готовятся проекты. И в этом году мы продолжим. У нас ещё 11 проблемных мест, которые мы в этом году запланировали устранить. Всего на территории Магнитогорска находится почти полторы тысячи дождеприёмных колодцев, более 30 водоотводных каналов и 35 водопропускных труб. Протяжённость этой сети составляет свыше 60 километров. Она, как паутина, оплетает весь Магнитогорск. Чтобы в этом году город не ушёл под воду уже от обильного таяния снегов, готовить это большое хозяйство к паводку начали заранее. Мы начали готовиться заблаговременно. То есть с тех мест был максимально вывезен снег. То есть если даже вода собирается, она либо выкачивается, увозится, либо разгоняется. То есть вода там не собирается. Но даже если она собирается, её тут же сразу убираем. Также были очищены от мусора и льда все дождеприёмные колодцы. Если он забит льдом, то есть его стараются вручную раздолбить, вытащить. Если не получается, то тогда проливается горячей водой. Если колодец затоплен, то его перед началом работы, естественно, вода оттуда откачивается. Ну а потом вся процедура продолжается. То есть проливается, очищается, убирается лёд, мусор. Оперативно были отработаны и обращения граждан, проживающих в частном секторе. Работающие в круглосуточном режиме бригады выезжали на места, где пробивали засоры, ликвидировали наледи. Словом, работа была проведена большая. Но точку ставить рано, говорит Дмитрий Гаврилов. Ситуация будет на постоянном контроле до тех пор, пока не закончится весенний паводок. Татьяна Артёменко, Александр Маргунов, телекомпания ТВИН. Магнитогорским пассажирам сохранили льготы на поездку в трамваях. Пенсионерам бесплатный проезд в садовых автобусах. Об этом говорили на аппаратном совещании у главы города. Кроме того, управление архитектуры подвело итоги 2020 года и озвучило задачи на 21-й. Обо всём по порядку прямо сейчас. Аппаратное совещание началось с приятных моментов. Сергей Берников лично поздравил учителя истории школы номер 5 Валентину Шишину, которая стала победителем регионального этапа конкурса «Учитель года». Почётной грамотой также отметил педагога Центра детского творчества Родженикидзовского района Анвара Хафизова. Он стал победителем в одной из номинаций областного конкурса среди педагогов доп. образования. Наши преподаватели, наша магнитогорская школа образования одна из лучших, наверное, и в России в том числе, потому что мы неоднократно являлись победителями подобных конкурсов, когда признавались лучшими в стране. От поздравлений перешли к темам повестки. Что сделано в 2020-м и что планируют выполнить в 2021-м, рассказала исполняющая обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства Оксана Глебова. Так, на рассмотрение в управление за год поступило свыше 14 тысяч заявлений. Из них около трёх тысяч на выдачу разрешения строительства, около полутора тысяч на выдачу градостроительного плана, более тысячи на оформление прав на земельные участки. В порядке, установленном Городостроительным кодексом Российской Федерации, утверждено 66 проектов планировки и проектов межевания на территории города, общая площадь которого этих документов составила 2264 гектара, что на 126% больше по сравнению с предыдущим годом. Из данных проектов планировки только за счёт местного бюджета было разработано на территорию 408 гектара, что составляет всего 18% от общего числа проектов. На остальную часть территории – это 1855 гектара. Проекты планировки были разработаны за счёт средств сторонних организаций и в том числе за счёт частных инвестиций. Управление архитектуры слаженно работает с жителями. Так, в 2020-м направлено 345 уведомлений о возможности приобретения бесплатного участка. Сегодня на учёте состоит 262 семьи. Большая работа специалистами проводится в части выявления нарушений в архитектурном облике города. И не только. Мы и в целом, город мы видим, как преображается, поэтому управление архитектурой сюда вносит большой свой вклад. Вы видите, что наш город сегодня действительно стал красив. Сегодня у нас уже нет вот таких каких-то объявлений, каких-то плакатов, каких-то вырезок, транспарантов. Сегодня всё строго, красиво. Поговорили на аппаратном совещании о льготном проезде в общественном транспорте. Здесь ничего не изменилось. Таким правом по-прежнему могут воспользоваться школьники, студенты, пенсионеры. Как и раньше, отдельным категориям предоставляется 30 бесплатных поездок в течение месяца, а также право бесплатной пересадки в течение часа. В целях дополнительной социальной поддержки граждан, проживающих на территории города Манитогорска, в котором установлена, назначена пенсия, достигшим возраста также 55-60 лет, это, соответственно, мужчины и женщины, предоставляется льгота в виде бесплатного проезда и провоза багажа по сезонным садовым автобусным маршрутам на период с 16 апреля по 16 октября 2021 года. В завершении аппаратного совещания поговорили об уборке улиц. Глава города поручил управляющим компаниям очистить город от мусора, который накопился за зимние месяцы. Дорожные службы попросил производить качественные ремонты дорог. К слову, на некоторых участках проезжей части уже приступили к устранению дефектов. Горожанам предлагают сообщить о ямах. Информацию можно оставить на страничке социальной сети администрации города. Ольга Сухоплюева, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН. Промплощадка в событиях. 5 апреля исполнилось 90 лет со дня пуска в строй первой магнитогорской плотины. Она стала не просто одним из первых объектов строящегося металлургического гиганта. На берегу Урала была сооружена самая большая железобетонная плотина в мире. Возведенная в короткие сроки, она стала местом рождения первых героев и первых рекордов магнитки. Еще при проектировании в 1925 году магнитогорского комбината было рассчитано, что для нормального функционирования ему необходимо ежедневно потреблять до 90 миллионов ведер воды. Сейчас сложно представить, но тогда такими ресурсами река Урал не обладала. А Урал в нашей местности это маловодный, маловодная река. За сушливые годы, говорят, ее можно было перешагнуть буквально с одного берега на другой. Поэтому эту проблему предложили решить средством плотины. В итоге к строительству приступили в конце июля 1930 года. Земляные работы на месте будущей плотины начались практически сразу после закладки фундамента первой доменной печи. Разработкой проекта занимались американские специалисты. Но выяснилось, что он пригоден лишь для скального грунта. Поэтому советские инженеры внесли в него ряд существенных изменений. Из-за первоначально неверных расчетов на стройке не стало хватать кирпичей и бетона. Зато крепче бетона и стали оказались люди. Поскольку страна остро нуждалась в металле, рабочие приняли решение завершить возведение плотины к 7 ноября 1930 году за 75 дней. И добились этих результатов. Но запустить стройное сооружение не удалось. Главный инженер Виталий Гасильблат возвращается из Америки и видит то, что построили. Он понимает, что первым же паводком плотина будет сметена, поскольку флюбетов на ней не построили. И тогда начинается не менее героическая эпопея по строительству вот этой второй части плотины. Теперь строителям, большая часть которых – это приехавшие по путевке комсомольцы, приходится бороться не только за высокие темпы работы, но и преодолевать погодные условия. Работать зимой по колено в ледяной воде, перекидывая лопатами мокрый, ползущий с полотна песок. Но молодые первостроители не сдаются. Именно тогда на стройке появляется плакат «Лодырем, прогульщикам вход на плотину закрыт». А затем происходит то, что потом долго обсуждает весь магнитострой. То, что сделал Нурла Шайхуддинов, было типичным на самом деле поведением любого работника плотины того времени. Дело в том, что на вес золота здесь на стройке были элементарные орудия труда. Поэтому наш герой, после того, как его лом упал в ледяную воду, бросается в эту воду за этим ломом. Когда его достают, он практически уже превратился такой в лед, но лом из рук не выпускал. Подобный самоотверженный труд позволил закончить работы значительно раньше намеченных сроков. Самая длинная в мире железобетонная многоарочная плотина протяженностью 1100 метров и высотой 10 метров была опущена в строй 5 апреля 1931 года. Из остатков бетона, приготовленного для одной из последних арок, строители соорудили постамент, на который водрузили бюст Владимира Ленина, выполненный скульптором Козловым. Он стал своеобразным напоминанием о трудовых подвигах тех, кто, поборов себя и обстоятельства, сумел сделать по сути невозможное. Татьяна Артеменко, Александр Маргунов, телекомпания ТВИН. С 79-летия на этой неделе отметил магнитогорский метизно-калибровочный завод ММК «Метиз». Построенный в годы Великой Отечественной войны в сжатые сроки, он внес немалый вклад в дело Победы. За свое существование предприятие произвело около 70 миллионов тонн товарной продукции. Сегодня ММК «Метиз» входит в тройку лучших производителей страны. Чем живет завод сейчас? Представьте себе состав из 978 тысяч вагонов. Именно столько понадобится, чтобы перевести товар, который произвел ММК «Метиз» за годы существования. История предприятия начинается в самые драматичные для нашей страны годы. В 1942-м метизные калибровочные производства начинают выдавать продукцию для нужд фронта и восстановления сельского хозяйства. Сейчас магнитогорские метизы востребованы уже в мирных целях. Среди прочего здесь изготавливают крупный, мелкий и железнодорожный крепеж, саморезы, болты, шайбы, гайки. С 2017 по 2020 годы на предприятии была реализована масштабная инвестиционная программа. Внедрено свыше 70 единиц нового оборудования. Например, вот такой болтовой комбайн. Среди тех, кто его обслуживает, и наладчик Виктор Ратанов. Это тонкая настройка здесь, понимаете, здесь болт идет разных видов диаметров. Это буквально там две сотки. Это как автомат Калашникова, у него идет калибр 7,62. Вот будет чуть меньше, все, уже траектория будет другая. Здесь то же самое. Совсем недавно был запущен и вот такой комбайн. Здесь уже продукция покрупнее. Агрегат штампует высокопрочные болты диаметром 18-20 миллиметров и длиной от 40 до 200 миллиметров до 10 тонн в сутки. Благодаря инвестиционной программе налажен выпуск оцинкованных изделий. В 2018 году открылась автоматическая линия для гальванического оцинкования. Начали делать, производить болты от 16 до 36, болт Гайк Шайба также, да? То есть, если до этого у нас, до инвестиционной программы мы производили до 16 болтов включительно в цинке, то сейчас потребитель просит очень массово болты больших диаметров. То есть, вот сейчас на них переквалифицировались и уже делаем довольно большой объем. Но каким бы современным и технологичным не было оборудование, настоящую славу завода куют люди. В честь дня рождения во Дворце культуры ММКОМИТИ состоялась церемония награждения. Лучшие из лучших работников получили благодарственные письма, звания ветеран труда, а также почетные грамоты. Я хочу поблагодарить всех за тот труд, поскольку без вклада каждого из вас это было бы невозможно. Поэтому с днем рождения, дорогие заводчане, и процветания нашему заводу. Всем вам здоровья, успехов дома, на работе и всех благ. Спасибо вам огромное. Среди отмеченных почетной грамоты и Наталья Говоруха. Она трудится на заводе с 2005 года. В зоне ее внимания охрана труда и промышленная безопасность. Наталья говорит, что за последнее время в этой области также произошли положительные перемены. Количество травм на производстве становится меньше. Модернизация очень сильно сказалась, в том числе и на безопасности работников, и на социальной удовлетворенности работников. Ноущества, те, которые сейчас есть на заводе, они очень хорошо у нас влияют. Даже после реализации инвестиционной политики 2017-2020 годов завод не останавливается в развитии. Сейчас разработана новая программа, которая рассчитана до 2025 года. ПЕСНЯ ПАВЕЛ БЕРСЕНИВ, РАКДИЙ СТАРИКОВ, ТЕЛЕКОМПАНИЯ, АТВИН Каждый день они совершают на работе открытия. Свой профессиональный праздник в начале апреля отмечают специалисты геологической отрасли. Служба главного геолога ММК представлена на предприятии двумя основными направлениями, в каждом из которых работают исключительно профессионалы своего дела. Они в шутку называют себя любителями копнуть поглубже. Представители геологической отрасли Магнитогорского металлургического комбината отмечают свой профессиональный праздник, как и положено на рабочих местах, решением первоочередных задач. Сейчас мы видим, как на складах КЕРНа геологоразведочной партии специалисты ведут изучение проб месторождений и документируют полученные результаты. Основная работа – это поиски и разведка железных руд по Челябинской области и в соседних областях тоже, в том числе и по Башкирии. В настоящее время разведочные работы ведутся на месторождении Малый Куйбас и поисковые работы железоорудного сырья в ближайших районах на юге Челябинской области. Геолог Евгения Ефремова работает в цехе «Рудник» всего год. Пришла сюда сразу после окончания Екатеринбургского горного университета. Профессию свою считает невероятно интересной, ведь она позволяет каждый день открывать перед собой новые горизонты. Здесь я занимаюсь описанием керна, отбором проб. Здесь мы обсчитываем анализы, строим разрезы, карты. Специалисты ГРП работают в полевых условиях в связке с буровиками и техниками-геологами. Их главная задача – обеспечить минерально-сырьевую базу комбината. Кстати, разведчики – это только одно из направлений службы главного геолога ММК. Второе основное направление – это рудничная геология, которая связана с геологическим обеспечением горных работ. Это у нас карьер Малый Куйбас, железорудное месторождение. Агаповский карьер – это известняковый карьер. И доломитовый карьер – это лисегорский. Там происходит опробование, также опережающая разведка, для того чтобы эксплуатационная разведка, для того чтобы в дальнейшем планировать план развития горных работ. Задачи перед разведчиками стоят – это обеспечить минерально-сырьевую базу комбината. Задачи перед карьерными геологами – обеспечить стабильное качество. Потому что от качества, вот конкретно именно геологической службы карьера, то есть это качество руды, качество известняка и качество доломита, напрямую зависит стабильная работа первого передела комбината. Без геологического персонала невозможно развитие горных работ. Не начинается разведка месторождений. Геологи обязаны знать на отлично смежные науки, химию и физику и уметь работать в тесной связке с коллегами. Геолог должен четко ориентироваться в геофизических методах и в методах интерпретации геофизических результатов. Подсказывать геофизику, консультироваться с геофизиком. Это спайка, как говорится, на всю жизнь. На геофизику опирается вся разведка. Важно отметить, профессия геолога непростая. Специалисты в этой области – штучный товар. Вузов, которые ведут подготовку по данному направлению в регионе, по пальцам перечесть. А без специального образования и четкого понимания своих обязанностей на работу в службу не примут. Сейчас по каждому из направлений на ММК трудится по 15 геологов. Специалисты любят подчеркивать, если не будет врачей и рабочих, не будет у страны настоящего. Если же не будет учителей и геологов, у страны не будет будущего. Уважаемые коллеги, друзья, поздравляю вас всех с наступившим профессиональным праздником. От всей души желаю вам счастья, здоровья, богополучия вам и вашим семьям. Я благодарен тем, с кем я работал ранее. Я благодарен тем, с кем я работаю сейчас. Я благодарен тем, кто еще придет работать к нам. Я всем желаю интересных командировок, плодотворных работ, успехов и исполнения всех ваших поставленных целей. Всем нам желаю прироста запасов и дальнейшего успешного развития нашей геологической службы. А также хочу поздравить всех коллег страны, геологов, с этим замечательным профессиональным праздником. 31 марта 1966 года был официально утвержден День геолога, как первое воскресенье, апреля. В этом году исполняется 55 лет, как празднуется официально День геолога. Поздравляю всех работающих геологов и ветеранов геологоразведки с наступившим праздником. Ветеранам здоровья, счастья и долгих лет жизни. Тем, кто начал работать и продолжает работать, успехов и поисков. Евгения Солхудинова, Денис Иванов, телекомпания ТВИН. К другим темам нашего обзора. В МГТУ обсудили принятие закона о молодежной политике и нового закона о просвещении. Депутат Государственной Думы Виталий Бахметев встретился с коллективом студентов и профессорско-преподавательским составом МГТУ. Также законотворцу задавали вопросы о межбюджетных отношениях, развитии городской инфраструктуры и индексации пенсий. Встречи в МГТУ с Виталием Бахметевым стали уже традиционными. Преподаватели и студенты приходят узнать о новых законах из первых уст, получить разъяснения или высказать свои замечания, которые в будущем вполне возможно могут стать причиной для поправок. Одним из первых задает вопрос ректор. Михаила Чукина интересовала тема межбюджетных отношений, которая сегодня, по словам самих же законотворцев, далеки от совершенства. Действительно наболевший вопрос по поводу взаимодействия разных бюджетов разных уровней. Дело в том, что по бюджетному кодексу бюджеты разных уровней не могут пересекаться. И участие региона, как и муниципалитета в федеральном бюджете на сегодняшний день невозможно. Насколько я и знаю, в начале прошлого года был законопроект о внесении изменений в бюджетный кодекс. Знаете ли вы, какая судьба и как вы к этому относитесь? Сегодня даже Магнитогорск с его масштабным металлургическим производством на 70% дотационный город. Потому что только малая часть налогов остается в городском кошельке. Большая часть уходит в бюджет области и федерации. К великому сожалению, межбюджетные отношения сегодня по одному принципу. Вначале заберем, а потом может быть дадим. Есть сегодня муниципальный бюджет, есть сегодня региональный бюджет, есть сегодня федеральный бюджет. И формируя бюджеты, ну понятно, что технологии тоже состаются в муниципалитете. К великому сожалению, даже город Магнитогорск сегодня является дотационным муниципальным образованием. Изменить существующий порядок очень сложно. Тем не менее, Виталий Бахметьев намерен добиться увеличения доли налогов, которые остаются в муниципалитетах вообще, в Магнитогорске в частности. Ведь чем больше собранных налогов остается в муниципалитете, тем лучше в городе дороги, красивее, парке комфортнее, общественный транспорт, резюмировал Бахметьев. Тему финансов продолжил Роман Козлов. Самая главная проблема, что сегодня, например, муниципалы могут участвовать в тех проектах, которые мы реализуем, университет федералов. Или даже область может участвовать в наших проектах федеральных, те, которые университет реализуют. То есть вот эта проблема взаимодействия в этих бюджетах нам не позволяет привлекать деньги регионам, то есть наш университет. Виталий Бахметьев согласился. Действительно, если муниципалитет и регион готовы оказать поддержку ВУЗу, который является федеральным, почему они этого сделать не могут? Этот вопрос у депутата тоже на карандаше, а по словам Бахметьева, соответствующие запросы он уже сделал. Также на встрече депутату задали ряд социальных вопросов. Я как работающий пенсионер, мы ожидали, что и Владимир Владимирович вроде поддерживал, что индексировать пенсию работающим пенсионерам. Но ничего не понятно с работающими пенсионерами. Президент здесь четко ответил по этому поводу и дал соответствующие задания. Сегодня прорабатывается вопрос, прорабатывается в правительстве. Все-таки я думаю, что мы дойдем до логического конца и пенсии рабочим пенсионерам будут индексироваться. Были сегодня вопросы по благоустройству города, в частности по транспортной инфраструктуре и парку притяжения. Ну и, конечно, о принятии закона, которого ВУЗе ждали особенно. Лично меня, как проректора по молодежной политике, естественно, волновал вопрос о принятии закона государственной молодежной политики. Просто этот закон очень долго обсуждался и на профильных комитетах. Буквально несколько лет его готовили. Фактически в 2020 году он был принят. Стал переломным, потому что его очень долго ждали. Очень долго не было у нас зафиксировано в стране. Вообще, кто такой молодой человек, возраст этого человека, какие у него обязанности, права там. В заключении Виталий Бахметьев отметил, что подобные встречи для него – источник информации для дальнейшей деятельности. Юлия Черешнева, Александр Моргунов, телекомпания ТВИ. Алло, на связи депутат Госдумы. Виталий Бахметьев провел и телефонный прием избирателей. Такой формат встреч с населением продиктован условиями пандемии. Вопросы, записавшихся на дистанционный разговор с депутатом, касались проблем садовых товариществ. Не за горами дачный сезон, и садоводы вспомнили о насущных проблемах. Телефонный прием избирателей – это возможность для Виталия Бахметьева в условиях пандемии оставаться доступным для народа. Первый звонящий – председатель садов «Богатый остров» Юрий Шумелов. Обращается от лица сразу нескольких своих коллег. Состояние автодорог до некоторых СНТ на сегодня они находятся в аварийном состоянии. Особенно много нареканий прозвучало на всех собраниях садоводов. По некоторым СНТ я вам перечислю. Это значит, что СНТ «Богатый остров», СНТ «Металлург-2», «Надежда», «Машиностроитель-2», «Сементник», «Метизник», «Строитель-1». Проблема подъездных дорог к садам сегодня одна из актуальных, отмечает Виталий Бахметьев. По самым скромным подсчетам, в Багитогорске 90 тысяч садоводов, которые в весенне-летний период живут на участках постоянно, ежедневно ездят на работу и обратно. Чтобы ходатайствовать о ремонте дорог, нужно разобраться, кому они принадлежат. Я подготовлю такое обращение на главу города. Я с Сергеем Николаевичем встречусь, мы выскажем вот эти проблемы ваши. Потому что все-таки, если, я вам заверяю, если дорога муниципальная, она есть, тогда я буду Сергею Николаевичу просить, чтобы он включил в этот год вот такие вот участки сделать. Звонившие в приемную Бахметьево затрагивали самые разные проблемы садоводов. Почему за создание стихийных свалок штрафуют председателя, а не тех, кто насорил? Почему в летний период садоводы оплачивают двойные квитанции за мусор? И как скоро электросети и товариществ будут переданы в собственность ресурсоснабжающих организаций? Нужно все сети, внутри садов, передать сетевым компаниям. Но для этого их нужно привести в техническое состояние, чтобы сетевые компании их взяли. Почему-то здесь все идет очень тяжело, по той причине, что сегодня никак не могут передать сети. Ну, хотя у нас в городе есть сетевая компания, в городе сеть, которая, по большому счету, может этим заниматься. Вот сейчас будут давать разъяснения. За час телефонного приема садоводы задали Виталию Бахметьеву более десятка вопросов. Проработка их проблем депутат Госдумы пообещал заняться в ближайшее время. Елена Тимофьева, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. На этой неделе Дом дружбы народов Магнитогорска отметил 25-летие. В честь круглой даты прошел юбилейный концерт, который собрал на сцене людей самых разных национально-культурных обществ города. И, конечно, многочисленных друзей уникального учреждения. Как звучит дружба на разных языках нашей Родины. Последнее приготовление юных танцовщиц башкирского коллектива «Яшлег». Два-три штриха в образ маленьких актрис, и они готовы выйти на сцену и повести в танцы неспешный разговор о своем народе. Небольшой спектакль, где женственность и скромное лукавство буквально в каждом движении и взгляде. Национальный танец – это не только прекрасная хореография. Прежде всего – кровные узы. Воспитание детей заложено именно в этих песнях, в этих традициях. Именно и скромность, уважение к людям, любовь к Родине, любовь к Малой Родине, любовь друг к другу, отношение к другим национальностям. Это все в песнях, это все в традициях, поэтому терять нельзя. Мы продолжаем это дело. И мощный творческий костяк Дома Дружбы Народов продолжает это делать и за дня в день. Вот уже 25 лет. Невероятно красочно, сочно, сохраняя национальный колорит. Здесь можно говорить так о каждом руководителе творческого объединения. Дом Дружбы Народов – это нечто такое, что отдушина, можно сказать. Я хотя и уже 5 лет на пенсии, но я не могу не танцевать с детьми, передавать это все. Я хочу, чтобы дети все больше и больше знали свою историю, свою культуру, свои танцы, свои песни, свои обряды все, обычаи все. И мы стараемся это делать. В Доме Дружбы Народов работают 54 направления, среди которых клубы славянской, башкирской, татарской, еврейской, немецкой, армянской, азербайджанской, таджикской культур. В творческих коллективах занимаются около 700 человек. Дом Дружбы Народов, по сути, уникальный и единственный в своем роде в России. Взаимоотношения между нациями идеальные. Я нигде ни в одном городе, ни в одной области не видел такое отношение, допустим, как вот у нас в Доме Дружбы. И у нас сам по себе Дом Дружбы. Просто он не дом, а просто дворец, настоящий дворец. Но великолепным дворцом учреждение стало недавно. Здание не ремонтировалось с 1953 года. Но в свой юбилейный день Дом Дружбы предстал во всей красе. Строители полностью сохранили, детально отреставрировали лепнину потолка, стен, покрытий. Везде заменили полы, перекрытия, двери, окна. Провели замену инженерных сетей. Приобрели компьютерное оборудование, мебель. Уникальным стал за счет звука и света большой актовый зал. Именно с этих фактов начал свое поздравление со сцены политик, настоящий хозяйственник и депутат Государственной Думы Виталий Бахметев. Я думаю, что если бы мы этого не сделали тогда, мы знали вопрос о потерях. Сегодня, каждый раз приезжая к ней в гости, я просто на самом деле восхищаюсь тем, что делается. Сделано, делается и надеюсь, будет делаться. Но коллектив сегодня национальный и, наверное, уже город Мавитогорск, наверное, достоин такого коллектива. Теплые слова в этот вечер лились рекой. И выходили снова и снова желающие поздравить уникальный дом дружбы с юбилеем. А дальше был настоящий фестиваль. На сцену в ярких национальных костюмах выходили коллективы, представляющие уникальные культурные традиции народов, проживающих в городе Металургов. И это тоже культурный код магнитки, который чтут и уважают. Елена Ткач, Алексей Абашин, телекомпания «ТВ». На этой неделе в Магнитогорске наградили первых победителей первого чемпионата города по игре «Новус». Это совершенно новый вид спорта для нас, похож одновременно на бильярд, настольный хоккей и народную игру в Чапаево. Требует координации, меткости, внимания и энтузиазма. О нехитрых правилах, победителях, инициаторах и тех, кто поддержал инициативу в нашем репортаже. Отполированный кусок фанеры, палки, напоминающие бильярдный кей, фишки, похожие на шашки и бита, напоминающая хоккейную шайбу. Все вместе «Новус». Пока мало что говорящее название новой для магнитогорской игры. Новая она только для нас. «Новус» был сверхпопулярен в советской Прибалтике, более западной Европе. Суть игры – кейм ударить по бите так, чтобы максимальное количество фишек соперника оказалось в лузах, расположенных по углам фанерного квадрата. «Новус» упокорны все возрасты. Он не знает половой дискриминации и не требует капитала вложений. Инициатор появления «Новуса» в магнитогорске Станислав Власов рассказал по секрету, что оборудование для чемпионата изготовили местные мебельщики. Получилось лучше, чем по стандарту. «Начали с чемпионата города. Посмотрим дальше, попробуем чемпионат области. Но это был не только первый в истории города магнитогорска, а еще был первый в истории области, первый в истории региона. И вообще первый чемпионат в истории Урала, чемпионат города. То есть никогда не было какие-то маленькие турнирчики были там по несколько человек, а чтобы чемпионат города полноценный проходил, такого не было». Могло и дальше не быть, если бы не помощь тех, кто принимает решения. Узнавшие на заднем плане председателя магнитогорского городского собрания Александра Морозова абсолютно правы. Это он. Услышал о здравом начинании почти случайно. Не остался равнодушным. И кто знает, может быть мы уже на пороге новой и изящной спортивной традиции в легендарной магнитке. «Все зависит от организаторов, от людей, кто стоит во главе. Организатор всего этого действия Станислав Власов. Станислав Геннадьевич в свое время стоял у истоков создания школы выживания в Магнитогорске в далекие перестроечные годы. Затем он впервые в магнитке создал ассоциацию русского рукопашного стиля. Он известный историк, краевед, любитель и учитель именно военной истории. И сейчас он организовал впервые чемпионат по этой настольной игре, которая доступна всем». «Не сыграть ли нам парфейт, Александр Ильич?» «А почему бы и нет? Не замахнулся ли нам, понимаете ли, на наш Новус, новую игру?» Ки оказался неожиданно легким, а попасть маленькой фишкой в громадную лузу чрезвычайно трудно. Новус не делает скидок на социальный статус и звезды на погонах. Обменявшись парой ударов, мы пообещали друг другу больше тренироваться. Люди говорят, что сам Новус родился около 400 лет назад в среде английских моряков, которые придумали вот такой аналог классическому бильярду для того, чтобы во время качки пешки не перемещались, в отличие от шаров, и оставались на месте. Совершенно правильно, что на церемонии награждения без награды не остался практически ни один участник чемпионата. Но в спорте победитель один. Им впервые в истории стал воспитанник школы-интерната «Семья» Иван Ахмедгалеев. Конкуренция была очень хорошая. Играли до крови почти. Узнал об этой игре благодаря Саниславу Геннадьевичу. Живу в интернате. Он пришел как преподаватель. Ну, уже полтора года играем, тренируемся. Игорь Гурьянов, Владислав Гусев, телекомпания ТВИ. Сразу 10 пар двойняшек появилось на свет в Магнитогорске в прошлом месяце. Среди счастливых мам не только жительницы нашего города. В роддом номер два, который является перинатальным центром, съезжаются женщины с особенностями течения беременности со всех ближайших районов. Своими эмоциями и планами на будущее, наполненные приятными хлопотами, молодые мамы поделились с нашей съемочной группой. 16, ровно столько двоин, появилось на свет в Магнитогорском перинатальном центре с начала года. Самое интересное, из них 10 пар двойняшек родились в марте. Так называемых естественных двоин из них порядка 80%. Причем они так равномерно рождались. Ну, практически вот каждый день в роддоме было примерно две двойни. То есть один выписывается, второй приходит. И вот так вот происходил как бы обмен этими мамочками. Сейчас в палатах ожидают выписки трое мамочек с двойняшками. Все находятся по соседству. Для Натальи Карачевой счастьем в квадрате обернулась ее первая и очень желанная беременность, ждала которую она долгих 15 лет. Родила 29 марта, экстренно попала сюда. Ну, все хорошо получилось, удачно. Помогли родить. Сыновей Натальи сложно назвать богатырями. Каждый чуть более двух килограммов весом. Женя и Никита разны не только внешне. Каждый из малышей со своим характером. Честно, да. Характер точно. Женя у нас бойкий. Это младший. А Никита у нас тихенький, спокойненький. Прислушивается каждому голосу. А Женя наоборот, даже отвечать начал. Для Кристины Степановой новость о многоплодной беременности стала неожиданностью. О том, что вскоре получит статус многодетной мамы, она узнала на первом УЗИ. А когда узнала, что двойня, чувства были очень смешанные. И в то же время и страх, и радость, и счастье, и слезы на глазах. Ну, все были в шоке. Ее, Есения и Ксения тонко чувствуют друг друга, часто синхронно чихают, кушают и спят пока по расписанию. Кристина понимает, так будет не всегда. А потому уже составила график посещения внучек бабушками и дедушками. Дома новорожденных малышек все ждут с нетерпением, особенно их старший братишка, трехлетний Кузьма. Мне позвонили по видео, мы ему показали. Муж потом говорил, что он потом целый день, вечер у меня, сестренки, вот они будут там спать, а тут играть. Ну, он очень рад. Я тоже очень хочу посмотреть на его реакцию, когда он их увидит. Уже через полчаса такая возможность предоставилась. Маму и малышек стали готовить к выписке. Кузьма вместе с папой первым шагнул навстречу к малышкам. Поделиться своими впечатлениями обычно разговорчивый мальчик не смог. Немногословен был и счастливый отец. Эмоции переполняли. Эмоции зашкаливают. Это вообще непередаваемые ощущения. Вот такая двойная радость готова. Насколько готова к этому? Да, ну, в принципе, я даже не знаю, насколько. Всего же с начала года в перинатальном центре появились на свет более 1300 малышей. На 32 ребенка больше, чем за тот же период 2020-го. Положительная динамика вроде в этом году наметилась. Будем надеяться, что она будет продолжаться. И на конец года я вам скажу, ура, мы в 2021 году сделали больше, чем это было в позапрошлом и в прошлом году. Но это пока только наши прогнозы. Евгения Солхудинова, Владислав Гусев, телекомпания, ТВИН. И причастился к звездам член партии майор. Между нулем и пуском кому-то показалось. А может, оператор с испугу записал, что я довольно бодро, красуясь даже малость, раскованная и браво. Поехали, сказал. Конец цитаты. Согласитесь, очень неожиданный Высоцкий. В понедельник, 12 апреля, бал будут править два слова. Первый и поехали. Увидимся там же. Время местное. Продолжение следует.